Добрый день! Вы смотрите итоги недели телеканала Управда ТВ. Мы собрали самые значимые новости Ульяновска и области за прошедшую неделю. С вами Сергей Прус. Традиционно начнем выпуск с официальных новостей. Эту тематику как нельзя лучше раскрывает аппаратное совещание губернатора Ульяновской области, где обсуждается широкий спектр вопросов. Эта неделя отмечена как тематической для национального проекта наука, и данному вопросу была посвящена часть заседания. Помимо этого обсуждался переезд кванториума, контроль за пассажирскими перевозками, нацпроект образования, научно-образовательный центр по возобновляемой энергетике. Обо всем по порядку в материале Егора Титова. Аппаратное совещание прошло в Ульяновском государственном университете. Большая часть заседания была посвящена вопросам образования и науки. Но начали совещание с проблемой общественного транспорта. Губернатор Сергей Морозов озвучил инициативу, которая вступит в силу со следующего года. Мы должны сделать все, чтобы с 1 января 2020 года, для этого надо подготовить необходимую документацию, все ветераны Великой Отечественной войны вместе с сопровождающими смогут ездить на общественном транспорте в Ульяновской области бесплатно. Губернатор также поручил усилить контроль за безопасностью и комфортом пассажирских перевозок. Глава области поставил задачу сформировать региональную транспортную инспекцию, которая проследит за решением этих вопросов. С понедельника началась тематическая неделя, посвященная национальному проекту «Наука». В программе более 300 мероприятий. Неделя будет посвящена великому российскому ученому Владимиру Вернадскому. В рамках проекта, носящего имя выдающегося деятеля отечественной науки, началось сотрудничество Ульяновской области и Московского государственного университета. Сегодня в регионах будут реализовываться наиболее важные исследования научные, которые нужны для всей территории страны. И очень важно, что наш опорный ВУЗ, и, соответственно, он может все это другим ВУЗом распространить, будет принимать в реализации данных исследований участие. Но это не просто участие, как разрешение, давайте-ка поисследуем. Это еще и возможность наших ученых, скажем так, иметь доступ к самым передовым исследованиям, мировым и российским, доступ к суперкомпьютерам, доступ к материальным вещам и так далее. Завершается неделя визитом в Ульяновскую область первого вице-президента Российской академии наук Андрея Андрианова. Ученый проведет первую в истории страны публичную лекцию в базовой школе РАН. В честь стать такой школой удостоилась гимназия номер один. Национальный проект образования была посвящена предыдущей неделе. По ее результатам принято вполне конкретное решение, которое улучшит доступность образовательных услуг для подрастающих жителей области. Мы презентовали будущий кванториум, который будет создан в 2020 году в городе Димитровграде на базе нашего колледжа. На мероприятии участвовали школьники, родительская общественность. Мы хотели максимально рассказать о том, какие возможности будут представлены для детей при создании этого уникального, по сути, учреждения. На создание Димитровградского кванториума выделено более 50 миллионов рублей. Обучение будет вестись по технологическим направлениям. А вот Ульянский кванториум губернатор раскритиковал. Вернее, не саму работу учреждения дополнительного образования, а его место расположения в новом городе. Территория вокруг детского технопарка неблагоустроена и оставляет желать лучшего. Мы говорим о правильной вещи, а в реальности, так сказать, детишки будут жить в веке 19-м или 20-м, то они нас не поймут. Они потом разбегут все, вот то, о чем, в общем-то, говорил и Асмус. По разным университетам, по разным городам мы весям. И не останутся здесь, и не вернутся сюда. И в памяти будет у них все эти ямы и чертополох. Министр образования и науки Наталья Семенова отметила, что до конца года будет проработано решение о переносе кванториума. Планируется, что он заработает на базе заволжской школы номер 72. Там будут созданы более комфортные условия и обучение для ульянских школьников. А для студентов ульянских вузов губернатор поручил разработать проект «Разговор с наставником». Для того, чтобы будущие управленцы, будущая вообще в целом техническая или социальная элита ульяновской области услышали в ходе откровенного разговора реальную ситуацию и в отрасли, и в регионе. Предварительно будут собирать вопросы студентов и преподавателей. Проводить разговор с наставником планируют раз в месяц. И еще один образовательный проект будет реализовываться в Ульяновской области. В регионе планируется создать научно-исследовательский образовательный центр в области возобновляемой энергетики. Всего таких центров будет 15 по всей стране до 2025 года. На их создание выделят более 8 миллиардов рублей из федерального бюджета. Планируется привлечь также 134 миллиарда в небюджетных средств. В первом квартале 2020 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации будет приведен следующий конкурсный отбор. Собственно говоря, к этому конкурсному отбору мы сейчас и активно готовимся. В этом году предполагается, что будет объявлено еще 5 регионов, которые создадут на своей площадке научно-образовательные центры. В заключении аппаратного совещания глава области наметил ряд инициатив, которые будут направлены на популяризацию чтения. Руководители школьных библиотек должны стать заместителем директоров школ. А компьютерная техника библиотек должна быть существенно обновлена. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ. Продолжим тему национального проекта наука. Данный вопрос напрямую связан с образованием. Ульяновский педагогический университет сменил руководителя. Новым ректором вуза стал кандидат технических наук Игорь Петрищев. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации он утвержден на должность руководителя университета сроком на 5 лет. Пообщаться с новоиспеченным ректором и побывать на инаугурации удалось нашей съемочной группе. Подробности у Ринаты Алиуловой. Еще в конце мая его кандидатуру поддержали большинство педагогов. А на днях многодетный отец, кандидат технических наук, доцент Игорь Петрищев возглавил Ульяновский государственный педагогический университет. Новоиспеченный ректор, выпускник вуза и до этого занимал должность проректора по учебно-методической работе в родном Альмаматор. В нашей съемочной группе теперь уже руководитель института признался, что о высоких постах никогда не задумывался. В детстве скромно мечтал стать программистом. Мой курс работы заключается в двух направлениях. Во-первых, это курс начатого Тамарой Владимировной дела непрерывного комплекса педагогического образования. Ну и второе, это направление на развитие и преобразование университета в некий социально-культурный центр региона. Свою стратегию развития вуза Игорь Петрищев представил во время инаугурации, который состоялся в актовом зале педуниверситета. Новый ректор со сцены цитировал Артура Кларка, делал ставки на цифровизацию, обращался к своим коллегам, педагогам и студентам. Особо хочу обратиться к присутствующим здесь студентам. Именно вы, главные люди нашего университета, именно для вас наш вуз работает. Мне бы искренне хотелось, чтобы студенческое самоуправление получило новые направления для развития и в первую очередь связаны с учебной и научной деятельностью. Поздравить земляка со вступлением в должность приехал Сергей Морозов. Он поддержал политику в сфере цифровизации. Губернатор также отметил, что это знаковое событие в научной жизни области. Тем более инаугурация проходит в рамках одноименной тематической недели нацпроекта. Морозов подчеркнул и молодой возраст нового руководителя вуза, что является показателем работы в регионе, социальных лифтов для молодых профессионалов. К слову, Игорь Петрищев один из самых молодых ректоров страны. Сегодня недостаточно просто воспроизведения знаний учителей. Образовательные программы должны быть практикоориентированы, наполнены большим количеством тренингов и мастер-классов. Должны в полной мере задействовать весь арсенал современных информационно-конфункционных технологий. Только при выполнении этих условий учитель сможет найти подход к поколению детей цифровой эпохи. В честь знакового события губернатор открыл новую традицию в педагогическом университете. Новоиспеченному руководителю вуза он вручил точную копию письменного прибора, подаренного Илье Николаевичу Ульянову учителями-сослуживцами в 1880 году. Знаковый подарок отныне будет приходить от ректора к ректору. За всем процессом наблюдала сначала с кресла, а потом рядом на сцене к наставнице уже бывший ректор УЛГПУ Тамара Девяткина. Урля вуза она встала в 2013 году. Я думаю, что у нашего университета хорошее будущее, он меняется быстро, он очень восприимчив к новому. Педагогический коллектив достаточно образован, силен в методиках и я думаю, это будет под силу нашего университета. Игорь Петрищев избран ректором Ульяновского педагогического университета на ближайшие пять лет. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Ултравды ТВ. Завершая тему национальных проектов, в Ульяновской области подвели итоги реализации национальных проектов за 10 месяцев 2019 года и наметили планы на будущее. Забегая вперед отметим, что за неисполнение нацпроектов и за недостижение целей со всех конкретных должностных лиц будет очень строгий спрос. Вплоть до административной и уголовной ответственности. 800 миллионов рублей дополнительно на реализацию национальных проектов. Такой премии федеральный центр в ближайшее время наградит Ульяновскую область за работу в этом направлении. О неплохих показателях в реализации национальных проектов в регионе за последние 10 месяцев сегодня утром говорили на специальном заседании Совета под руководством Сергея Морозова. Глава региона еще раз подчеркнул коллегам, исполнение нацпроектов – задача номер один для каждого. И реализация национальных проектов, безусловно, к таким приоритетам относится. Важно то, что работа в логике национальных проектов дает возможность двигаться к достижению общей национальной цели. Это является общей для всех уровней властей, ветвей власти. За финансовой стороной нацпроектов в регионах в следующем году будет активнее следить федеральное казначейство. Как уточняет губернатор, все это выльется в жесткие проверки. За неисполнение национальных проектов, за недостижение целей. Будет со всех компетентных должностных лиц, независимо от того, кто какие погоны носит, очень строгий спрос. Вплоть до административной и уголовной ответственности. Итоги за 10 месяцев, как заметили на совещании, уже позволяют говорить о конкретных результатах, достигнутых в текущем году в рамках стратегического развития. Отчиталось об успехах зампредседателя регионального кабинета министра Светлана Колесова. Так, по количеству электронных отчетов, которые обязаны сдавать все субъекты страны, Ульяновская область находится на девятой позиции. За 10 месяцев проведено 640 тематических мероприятий по всем 12 национальным проектам. А это 105%, что говорит об опережении. Лучшими в этом направлении оказались действия в рамках нацпроекта «Демография». А в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» уже сейчас более 10 тысяч семей получили ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и рождением третьего ребенка и последующих детей. На высоком уровне в федеральном центре оценили работу региональной программы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящей в нацпроект «Экология». Совместно с региональными операторами запущены 4 мусоросортировочных комплекса. Средний процент утилизированных отходов у нас составляет 45%. Это выше, чем по России. И мы выполнили показатель по данному проекту. Еще одним поводом для гордости является включение Ульяновской области в список пилотных регионов федерального сервиса нацпроекта «Глазами людей», который заработал на официальном сайте партии «Единая Россия» 8 октября. Теперь каждый житель Ульяновской области в режиме онлайн сможет следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. По объектам, которые, по мнению населения, являются проблемными, партия будет систематически составлять доклад и отправлять Дмитрию Медведеву. К сожалению, у нас по статистике около 10% всего людей разного возраста знают о нацпроектах подробно. Все остальные что-то слышали, что-то видели, но реальной информацией не владеют. Вот этот нацпроект позволит, во-первых, всему населению узнать, что же это за 184 проекта или, соответственно, объекта, и позволит нам жестче контролировать их реализацию. Два региональных проекта, связанных со строительством и благоустройством объектов, приковывают внимание, но в плане рисков. Мы очень внимательно следим за проектом формирования комфортной городской среды в части Сингелея, парка Тиш-де-Гладь. Это всероссийский конкурс. Пока у нас данные, что низкий процент технической готовности – это 67%. Есть вопросы и по срокам строительства детского сада в селе Большой Черклей. В 2020 году реализация национальных проектов в Ульяновской области потребует свыше 9 миллиардов рублей. 60% – это средства из федеральной казны, 40 – деньги регионального бюджета. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Ненадолго вернемся к официальным заседаниям. Ведь не только на аппаратном совещании обсуждается широкий спектр вопросов. Одна из таких встреч состояла в середине недели не в правительстве, а в банке. Обсуждение умных технологий, продажа ульяновских товаров через онлайн-платформу Wildberries, создание единого надзорного органа и реформирование работы с субсидиями – это лишь немногие из вопросов. Зачем еще собирались главы министерств в материале Виктории Черковой? Планы на будущее бюджет и законопроекты обсудили на заседании правительства при губернаторе. В этот раз мероприятие прошло не в правительстве, а в центральном офисе Сбербанка. Место проведения выбрано не случайно. Дело в том, что перед заседанием глава региона встретился с командой местных управляющих. Коллеги предоставили свои наработки в сфере умных технологий, в том числе предложения для социальной сферы, которые будут использованы в реформе управления регионом. Ну, например, вон там сегодня коллеги рассказывали, мы привыкли о том, что вот врач принимает, врач тебя осматривает, врач после этого, так сказать, сидит там, либо на твоих глазах, либо после тебя еще, так сказать, там минут энное количество записывает то, что было, потом, так сказать, тебе направление и так далее, и так далее. А сегодня, используя все эти голосовые, в том числе, так сказать, возможности, цифровые возможности, это можно сделать там, ну, просто в разы быстрее. Поговорили и о развитии регионального бизнеса. Ульяновские товары в будущем будут продаваться на известных онлайн-платформах. Переговоры с компанией Wildberries уже состоялись. Мы превращаемся, таким образом, в центр электронной торговли, в центр цифровой торговли, чем, в общем-то, гордился в свое время Китай, когда используя цифровые решения, электронные решения, так сказать, создал несколько миллионов новых рабочих мест. Бизнес-атмосферу необходимо сделать комфортнее. Деятельность контрольно-надзорных органов переформатируют для удобства начинающих бизнесменов. Следующий момент от создания в регионе по инициативе губернатора единого контрольного органа, об этом тоже уже мы слышали неоднократно с вами, составлена соответствующая дорожная карта. Она одобрена губернатором, поддержана всеми задействованными структурами. И, собственно говоря, на федеральный уровень мы тоже представили эту дорожную карту, она получила одобрение. К слову, единый орган надзора будет первым в России. Губернатор поручил задачу юриста. И поэтому здесь особое внимание Преображенский к вам. Мы должны изучить и потом с коллегами из органов прокуратуры посоветоваться, посмотреть на всю нормативно-правовую базу. Прошлись и по закону проекта. Министерство образования предлагает реформировать работу с субсидиями. Сегодня мы каждому муниципалитету отдавали субсидии, а теперь сначала надо просуммировать все эти субсидии, а потом раздать по муниципалитетам. Никаких дополнительных условий предоставления субсидий данного законопроекта не предусматривается. Перед принятием областного бюджета необходимо разобраться с госпрограммами. Например, упростить их для удобства реализации. С учетом всех изменений у нас государственными заказчиками государственных программ разработана 21 государственная программа Ульяновской области, из которых 19 направлены на продолжение мероприятий действующих государственных программ, а две программы – это абсолютно новые. Это государственная программа научно-технологического развития Ульяновской области, и второе – это содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области. Грады строительства ожидают перемены. Минстрой тоже присоединяется к цифровому движению. Чтобы не терялись объекты, сметы и разрешения, создадут единую электронную базу. В данной системе будут подключены все органы власти. Данная система будет подключена к Росреестру. В декабре планируется подключить все органы местного управления. В следующем году нам предстоит наполнение этой системы как раз всей документации. Соцзащита представила госпрограмму, рассчитанную на 5 лет. Повышение качества жизни ульяновцев, снижение уровня бедности и помощь детям. На благородные цели заложены огромные суммы. Общий объем финансирования данной программы на 5 лет предусмотренный составляет 58 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. Ежегодно государственная программа по социальной поддержке населения увеличивается. Вот только за этот год она увеличилась на порядка 1 миллиард рублей. Министры донесли свое предложение, проекты и поправки. Осталось дождаться принятия главного финансового документа. 20 ноября в законодательном собрании будет принят бюджет на 2020 год. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ. Немного о бюджете на 2020 год. Представители всех профильных комитетов законодательного собрания вплотную работают над расходной частью главного финансового документа региона. Куда вложить деньги в первую очередь? Члены всех профильных комитетов законодательного собрания вплотную работают над расходной частью бюджета 2020 года. В областном парламенте прошло заседание комитета, на котором определили приоритетное направление. Напомним, расходная часть составляет более 61 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом сумма заметно выросла. Хотела бы напомнить, что у нас на 2020 год предусмотрена 21 государственная программа. Это на две программы больше, чем в этом году. А в целом расходы составили 61,4 миллиарда рублей, что плюсом 9,5 миллиардов рублей к бюджету 2019 года. Также министр отметил, что за счет федеральной дотации Ульяновская область дополнительно получит в казну будущего года порядка 2 миллиардов рублей. Как минимум половину этой суммы направят на здравоохранение. В частности, покрытие кредиторской задолженности, медицинских учреждений и лекарственное обеспечение населения. Председатель профильного комитета Александр Чепухин рассказал, куда в первую очередь необходимо направить средства. Самые уязвимые сферы Ульяновской области скоро получат поддержку. Ну, конечно, это социал. Практически всего больше 10 миллиардов. И здравоохранение, и социальная защита. Потому что еще будет очень много споров. На все социальные отрасли планируется направить 41 миллиард рублей. Из них более 11 миллиардов будет вложено в социальную поддержку и защиту населения. Здравоохранение 11 с лишним. В сферу образования столько же. Парламентарии и члены правительства еще обсудят проект бюджета на этой неделе. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. К новостям промышленности. Начнем, пожалуй, с одного из крупнейших предприятий региона. С Ульяновского автомобильного завода. На этой неделе с автогиганта поступали противоречивые новости. Дело в том, что на автозаводе переизбрали председателя профсоюзного комитета. Следует отметить, что данная процедура прошла далеко не так гладко, как должно было. Выборами на предприятии воспользовались для того, чтобы впустить новую волну слухов. Выборы нового председателя профсоюза на Ульяновском автомобильном заводе в этом году прошли с большим ажиотажем. Во-первых, высокая конкуренция. Во-вторых, в жизнь предприятия пытались активно мешаться определенные политические силы со своими черными технологиями. Главными объектами слухов, диверсии, клеветы стал как сам завод, так и кандидат на должность руководителя профсоюзного комитета Виктор Бычков, который работает на заводе с 1972 года и последние пять лет борется за права трудящихся. По его словам, во время всей выборной кампании и в подземном переходе, что рядом с заводом, распространялись листовки с абсолютно недостоверной и, цитата, грязной информацией о том, что на заводе якобы массовое сокращение, об ущемлении права к трудящихся и о переносе производства обновленной модели патриота в особую экономическую зону в Татарстане. Основное в листовках было о том, что профсоюзный комитет и лично председатель профсоюзного комитета, то есть Яблочков Виктор Иванович, лег под работу дателя и занимаю политику, так сказать, соглашательскую политику, никаких вопросов по защите прав рабочих и решение вопросов, которые связаны с производством, с сокращениями, с организацией на производстве, я эти вопросы не решаю. Виктор Бычков все эти слухи опровергает, называя полной чушью. Однако, несмотря на все внешние факторы, справедливость восторжествовала. Виктора Ивановича в результате честного голосования трудовой коллектив вновь назначил председателем. Изначально на эту должность претендовали еще два кандидата. Спасибо коллективу, который разобрался в этом вопросе, поняли и в итоге проголосовали вновь за то, чтобы я работал председателем профсоюзного комитета. Я благодарен им за это и думаю, что те надежды, которые они возлагали на меня, я оправдаю. Основной курс работы в профсоюзе сохранится. Защита прав трудящихся и обеспечение рабочими местами остаются первостепенной задачей. А как помогает профсоюз, чего я достиг, то я многого чего достиг, потому что я сейчас заместитель председателя комиссии по работе с молодежью. Я учусь на юриста от профсоюза и за счет федерации профсоюзов. Потом у меня есть своя команда профсоюзная. С августа по поручению губернатора Сергея Морозова реализуется комплексная дорожная карта развития автозавода. В частности, документ касается эволюции индустриального парка УАЗа, реновации социальной инфраструктуры, то есть реконструкции ДКУАЗа и профилактория. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Димитровградский автоагрегатный завод – одно из градообразующих предприятий. За время своего существования завод не раз переживал тяжелые для производства времена. Для того, чтобы предприятие занимало стабильное положение, а его работники были уверены в завтрашнем дне, между Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов и ДААЗом разработано и подписано соглашение о сотрудничестве. Работа будет вестись в целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда. На ДААЗе сейчас трудятся порядка 3,5 тысяч человек. В рамках сегодняшней действительности, когда рынок диктует свои условия, а квалификация технических работников требует более высокой подготовки, ситуация на предприятии бывает нестабильной. Для того, чтобы избежать этого и дать работникам уверенность в завтрашнем дне, между Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области и ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» разработано и подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодняшнее подписание соглашения стало определенным этапом в развитии сотрудничества между Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области и администрацией завода. Предварительно мы уже проводили ряд консультаций по возможности участия в реализации нацпроектов. Руководство Ульяновской области всегда уделяло особое значение нашему предприятию, придавая необходимую значимость и неся ответственность за те результаты, которые осуществляются или достигаются нашими сотрудниками. В случае неблагоприятной ситуации на предприятии, а имеются предварительные сведения руководства предприятия, что в первом квартале 2020 года производство будет загружено не в полную мощность и планируется вести режим неполной рабочей недели. Будут предоставлены рабочие места на общественные оплачиваемые работы на территории завода. Граждане, которых затронет модернизация рабочих мест, смогут обучаться через службу занятости населения по существующим программам на специальности, требующиеся в настоящее время, а также в будущем. Кроме того, будут и индивидуально рассматриваться меры поддержки по линии социальной защиты. Мы предварительно все пункты этого соглашения уже обсудили и с руководством завода, и с бывалыми людьми, которые уже в этом заводе работают не первый год, знают сезонные сложности, какие бывают у завода. Поэтому мы решили с подачи руководства завода отработать на опережение, посмотреть сразу, что нужно сделать для того, чтобы в любых ситуациях, какая бы сложность ни была, что бы там ни произошло, чтобы мы могли людей поддержать, оставить их в производстве, оставить их на рабочих местах и при этом, чтобы они не потеряли материальную часть своего содержания. Кстати, технические профессии по-прежнему лидируют на рынке труда в Ульяновской области. Требуются высококвалифицированные специалисты. Именно поэтому, думая о будущем предприятии, ДАС подписал еще одно соглашение о сотрудничестве с Детей НИЯУ-МИФИ. Татьяна Елисеева, Виталий Невов, специально для Управды.ру, из Демитровграда. Продолжаем промышленную тему, которая в нашем следующем сюжете переплетена с социальной сферой. В Ульяновской области запущена программа обновления пассажирского транспорта. В рамках программы до конца года область закупит 50 автобусов средней вместимости марки СИМАЗ. В ближайшие три года городские автопарки в регионе пополнятся 350 машинами. Подробности у Натальи Чомаченко. Сегодня в Ульяновской области пассажирским перевозкам уделяется особое внимание. Так, на минувшем аппаратном совещании губернатор велел проработать вопрос создания региональной пассажирской инспекции, которая усилит контроль за регулярностью и качеством пассажирских перевозок. Также было дано поручение рассмотреть возможность принятия регионального закона, который будет регулировать возраст курирующего общественного транспорта. Глава региона поручил переформатировать рабочую группу, включив в ее состав представителей ГИБДД, Федеральной налоговой службы, Государственной инспекции труда, профсоюзов. Поручаю Вавильну о том, чтобы мы усилили работу по контролю за регулярностью пассажирских перевозок, за качеством пассажирских перевозок. На сегодняшний день, надо признать, та система, которая сегодня есть, не срабатывает. Поэтому я предлагаю вам переформатировать вашу рабочую группу. В 2017 году компания «Исузу Рус» и «Симас» подписали меморандум о намерениях по производству автобусов на шасси «Исузу». Работа закипела. По программе обновления пассажирского транспорта в сентябре 2019 года в областной центр поступила первая партия новых автобусов «Симас» – 22 единицы. До конца года количество новых закупленных машин составит еще 50, а в ближайшие три года городские автопарки в регионе должны пополниться 350 новыми автобусами. Как отмечают специалисты, у машин выносливая силовая линия, собранная из надежных японских агрегатов. Автобус отвечает всем современным требованиям. Как я уже обозначил, в первую очередь это перевозка маломобильной группы населения, федеральная программа «Доступная среда». Это в соответствии всех федеральных требований по безопасности, по транспортной. Автобусы достаточно современные. И, наверное, такой основной аргумент в пользу наших автобусов – это шасси. По итогам восьми месяцев 2019 года объем отгруженной продукции предприятия увеличился более чем в семь раз относительно аналогичного периода прошлого года. Автобусы уже бегают по улицам Владивостока, Красноярска, Иваново, Ростова, Тюмени, а теперь и Ульяновска. Также в этом году завод запустил в производство новую модель автобуса, работающего на метане, который соответствует требованиям госпрограммы «Доступная среда». Специалисты подчеркивают, что в связи с развитием компании требуются дополнительные человеческие ресурсы. Сегодня на предприятии работают порядка 300 человек, из которых 190 – рабочих. На данный момент у компании «Большое будущее». И в связи с набором компаний «Больших заказов» мы набираем персонал. На данный момент мы работаем с автобусами уже порядка двух лет. Новые машины после оформления всех документов и технических проверок сразу отправляются в рейс. Кстати, с 11 ноября перевозчик ПАДП-1 открыл дополнительный рейс по маршруту номер 30 Центробанк-Проспект Сурово с отправлением автобуса среднего класса марки «Семас» в 20.00 от Центробанка в направлении Заволжского района. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ. Но не только в родном регионе востребован ульяновский бизнес. В столице Чешской республики, в городе Прага, появился ульяновский хаб. Площадка поможет местным бизнесменам преодолеть сложную логистику, найти инвесторов и потенциальных закупщиков. Пока резидентами выступают 10 предприятий. Сейчас в шоуруме в Праге представлены мебель, двери, каменные мойки и монтажная пена от ульяновских производителей. Делается это для увеличения доли экспорта. Темы обсуждали в Москве на Конгрессе «Модернизация промышленности России. Приоритеты развития». В Москве прошел Национальный конгресс «Модернизация промышленности России. Приоритеты развития». Ключевая тема конгресса – содействие бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Традиционно в мероприятии принимают участие ульяновцы. Опыт нашего региона по развитию экспорта оценили коллеги из Федеральной торгово-промышленной палаты. «Мое недавнее посещение Ульяновской области лишний раз добавило уверенность в том, что это один из флагманов наших индустриальных. Действительно, по разнообразию современных промышленных предприятий редкий регион России, наверное, может сравниться с Ульяновской областью». Как отметил Дмитрий Курочкин, сотрудничество Палаты и Ульяновского региона будет продолжаться не только по развитию экспорта, но и по привлечению инвестиций и реализации промышленной политики. Сергей Морозов представил предложение по дальнейшему развитию экспорта в регионе. В 2019 году экспорт продукции из Ульяновской области вырос на 211%. За 8 месяцев предприятия региона отправили за рубеж товары на сумму более чем 620 миллионов долларов США, что в три раза больше аналогичного показателя прошлого года. «Мне очень понравилась информация, которая была озвучена и фондом по развитию промышленности, и министерством промышленности, и торговли, потому что мы видим реальные рычаги, которые в ближайшее время появятся для модернизации промышленности». Одним из шагов по развитию экспорта стало открытие торгового хаба в Чехии. Ульяновские предприниматели могут реализовать свою же растаможенную продукцию в Европе. Работа хаба предусматривает создание инфраструктуры, необходимой для транспортировки и складского хранения товаров. Пока резидентами выступают 10 предприятий. Сейчас в шоуруме в Праге представлены мебель, двери, каменные мойки и монтажная пена от ульяновских производителей. Подобные хабы планируют открыть на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. Продолжим тему местных предприятий. На этот раз в фокусе внимания Инзамолпром. Глава региона проконтролировал работу цеха по производству молочной и кисломолочной продукции. Изюминкой кооператива Инзамолпром является кумыс из коровьего молока. Также в планах производство полутвердых сыров типа российского и голландского. Подробности в нашем материале. Молоко, ряженка, йогурт, сыворотка и даже кумыс. Ульяновские сельхозтоваропроизводители не перестают удивлять покупателей новой продукции. С ассортиментом индзинского потребительского кооператива Инзамолпром на днях познакомился губернатор Сергей Морозов. Кооператив был создан три года назад и занимался закупкой молока у населения. За это время индзинцы получили грантовую поддержку в размере 10,5 миллионов рублей. Вложили и собственные средства. На эти деньги закупили оборудование для переработки молока, расширили производственную базу, проработали ассортимент. Сейчас в продовольственном арсенале молоко, кисломолочные продукты, творожные изделия. Последняя разработка – кисломолочная сыворотка и квас на ее основе. Здесь оказывается масса рецептов. Сыворотка очень полезна для диетического питания. Во-первых, там нет вообще жира. И для пищеварения, для желудка, для кишечника – самый полезный продукт. Но если к нему добавить, еще немножко сахара, дрожжей, немножко меда – великолепный тонизирующий напиток. На данный момент в кооператив входят 14 личных подсобных хозяйств, 6 крестьянско-фермерских хозяйств и 2 сельхозорганизации. Продукцию кооператоры реализуют в торговых сетях Ульяновской области. Наш регион – один из передовых субъектов, где реализуется федеральный проект создания системы поддержки фермеров и развития потребительской кооперации, в который входит на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Это отметили и коллеги из Республики Татарстан, которые работали в области всю прошлую неделю. Большая делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия работала с Ульяновским центром компетенции по развитию сельской кооперации. Татарстан является третьим субъектом Российской Федерации по производству валовой сельхозяйственной продукции. И более 50% валовой сельхозпродукции приходится на долю малых форм хозяйственных. Это личные подворья и крестьянцев и фермерских хозяйств. Поэтому вот те подходы, которые сегодня были приняты в порядках финансирования уже Ульяновской области, для нас они вызвали интерес. Коллеги также оценили работу индийских кооператоров и отметили, что всего за три года, благодаря господдержке, фермеры смогли достигнуть впечатляющих результатов. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Улправда ТВ. Не столь часто в рамках одной недели одна узкоспециализированная тема появляется в новостях несколько раз. Наш следующий материал опять про молочную продукцию. Если быть точнее, то про сыр. Зачем Ульяновскому производству помощь итальянцев и способны ли в регионе делать сыр с голубой плесенью? Ответ в нашем сюжете. Итальянские сыры Ульяновского производства пользуются популярностью не только в родном городе, но и в соседних регионах. В крестьянско-фермерском хозяйстве Элла Глебова решили пойти дальше и расширить линейку своей продукции. Для этого в Ульяновск был приглашен известный в тесных кругах Фабрицио Дала Бернарда. Фабрицио – итальянский технолог. Он занимается производством сыра уже больше 35 лет. За это время успел поработать в молочной сыродельной промышленности крупных холдингов Европы. Поэтому ему, как никому другому, известна вся специфика переработки молока. Я хотела еще в начале года начать отработку неварителя гальганзола и искала варианты, как это реализовать. И компания «Идванс», с которой я сотрудничаю, предложила мне провести отработку продукта у нас на предприятии. Я с удовольствием согласилась. Я сделала заявку еще летом, потому что Фабрицио очень плотный градус. По словам Фабрицио, его все чаще приглашают в Россию. После введения санкции технология производства итальянских сыров востребована как никогда. Вместе с нашими технологами он отрабатывает рецептуры мировых сырных бестселлеров. Мы сейчас с моими коллегами совместно с Эмбой. Да, для лаборации, для латт-трансформации, для формаги. И вернутся, что формаги очень хорошие. Я уверена, что это получат очень вкусные и хорошие сыры. Ульяновским сыроварам итальянский мастер поможет освоить приготовление горганзолы. Пожалуй, самого известного итальянского сыра с голубой плесенью. Также в планах ульяновцев начать изготовление полутвердого сыра «Монтазио» и отработать варку сыра из овечьего молока. А пока над созданием итальянского сыра в Ульяновске трудятся всего три работника, включая саму главу КФХ. Производство рассчитано на 150 кг в сутки. Продукция реализуется в торговых сетях Ульяновска, Самары, Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга. Анна Тищенко, Новости, Уллправды ТВ. К социальным темам. Десятки домов Ульяновска капитально ремонтируют. В среду наша съемочная группа побывала в доме номер 20 на улице Кирова, где рабочие меняют трубы. Успевает ли сдать объекты, довольны ли жители, расскажет Виктория Черкова. Капитальный ремонт продолжается в жилом фонде Ульяновска. В этом году в план заложена работа в 36 многоквартирных домах. Одни уже готовы, другие еще в процессе. От фасадных работ до полной замены коммуникации сотрудникам комитета жилищно-коммунального хозяйства есть чем заняться. Сегодня наша съемочная группа побывала в доме номер 20 на улице Кирова. Все ли в порядке с этим объектом? Начальник городского управления ЖКХ рассказал о нюансах. Этот дом у нас пошел по экономии от торгов, и поэтому немножко здесь задержался вопрос в плане выполнения работ. Но с подрядчиками есть определенные договоренности, что они в кратчайшие сроки будут эти вопросы по ремонту заканчивать. Дом, построенный в 1981 году, большой и сложный. 11 парадных, 9 этажей и километры 40-летних коммуникаций. В семи подъездах работы уже завершены, в остальных же кипит бурная деятельность. На момент нашего визита в 10-м работали сантехники. Одного из них мы застали за нарезкой резьбы на новой трубе. Из разговора с этим мастером выяснились подробности, которые тормозят ход работы. Проблемы в жильцах. Многие жильцы не пускают в квартиру, а так, в принципе, проблем особых нет. Закончим, сделаем капремонт. Те, кто пускают, конечно же, испытывают дискомфорт от привычных спутников ремонта, но трагедии из этого не делают. К запаху сварки и рёва автогена относятся без восторгов, но с пониманием. Ведь с дарой батареи могут преподнести массу неприятных сюрпризов. Я, дочка, против. Против я. Ну, 40 лет ведь у меня у нас стоят. А если я, говорю, лопан, что? Я не соображу, что делать. Перекрывать, где я побегу, что я побегу. И затоплю я, и потом придётся мне платить. На преображение всех домов, попавших в программу капремонта, в городском бюджете заложено 80 миллионов рублей. К концу этого года реставрацию жилого фонда обещают завершить. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Уллправды ТВ. К 8 марта 2020 года многодетные семьи из Димитровграда должны получить первое свидетельство на земельные участки. Об этом заявил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекали на заседании рабочей группы. Деньги за региональный бюджет выделены. Договорённость о передаче земель из федеральной в муниципальную собственность достигнута. Есть даже проект межевания одного из участков. Вместе с тем, даже на этом этапе, как выяснилось, у многодетных есть масса вопросов и даже претензий к местным чиновникам. Вот сейчас нарисована карта. Принципиально, вот сейчас, и многодетно, и рабочий группы. Какие вопросы и какие против чего здесь, что здесь нарисовано неправильно. Нарисовано-то вроде всё верно, и работа проведена большая, причём на всех уровнях власти. Так, 2 миллиона рублей было выделено Димитровграду из областного бюджета на межевание земель для многодетных. Достигнуты ряд договорённостей с госкорпорацией «Росатом», по которым он передал собственность города, часть лесного массива площадью более 400 гектаров в западном районе города. На федеральном уровне принципиальное решение о предоставлении двух участков многодетным уже принято. Подготовлены проекты планировки и развития территории. Вот только вопросов от этого меньше у многодетных не стало. Скорее, даже претензий, адресованных многодетными местным чиновникам. Там сроки у нас сдвинулись из-за того, что федералы долго согласовывали письмо, которое было губернатором направлено. Спасибо ему огромное, что он направил. Но мы вот сейчас вот стоим в ситуации, которая не должна быть. В принципе, у нас в любом случае, вот даже если бы у вас что-то не получалось с тем участком, надо просто кричать «караул», пересоголосовать всё это дело. И мы бы вот не уперлись вот опять в непонятную ситуацию. Непонятная ситуация – это опасения многодетных по поводу земельных участков, расположенных в близителе вышки. Есть определенный контроль за санитарно-защитную зону. Если касается изменения территории, которая входит в санитарно-защитную зону, то должен вестись контроль. Извещали ли вы о том, что изменение будет в прилегающую территорию радиомачты, чтобы там был контроль за вот её электромагнитным полем? То есть на отметке ноль никакого воздействия нет? Совершенно верно. Начинается восстановление реконслятора на высоте 24,6 метра. Как только мы начинаем двигаться в жилой застройке, это обык поднимается, и уже отметка 50, и где максимальный радиус – 252 метра. Данные о том, что радиус воздействия никак не затронет будущие жилые дома, подтверждён санитарно-эпидемиологической экспертизой, проведённой ФМБА. Но для активистов это почему-то не стало аргументом. Игра «Верю-неверю» между димитровградскими чиновниками и общественниками достигала апогея. И Смекалин вынужденно оказался в роли рефери на этом совещании. Региональный премьер призвал стороны вернуться к конструктивному диалогу ради достижения общей цели. Александр Смекалин довольно жёстко высказался не только в адрес муниципалитета, но также указал многодетному креативу на недопустимость перехода на личности, а также предъявление требований, превышающих полномочий членов рабочей группы. Что касается домыслов общественности, об исключении недовольных из очереди на получение земли. Скажите, либо берёшь, что участок земельный здесь, или мы тебя вычёркиваем из списка, то есть вообще никогда ничего не получишь, тоже никто не будет. Александр Смекалин заверил, что если по каким-то причинам семья откажется от предложенной земли из-за её расположения, то их просто пропускают, чтобы перейти к следующим по очереди и возвращаются к ним, когда будет оформлен следующий земельный участок. В ближайшее время должны быть сверены все данные о многодетных семьях Димитровграда. К 8 марта 2020 года планируется выдать первые свидетельства на право пользования земельными участками. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для улправды.ру из Димитровграда. От домов для людей к домам для машин, если быть точнее, то к гаражам. В Ульяновской области третий год подряд реализуется гаражная амнистия. Тогда регион стал новатором в сфере оформления земельных правоотношений владельцев гаражей и муниципалитетов. Первый этап гаражной амнистии помог упростить порядок оформления прав на земельные участки. На втором этапе облегчили порядок оформления прав на гаражные боксы. Теперь на очереди благоустройство. Слово Ренате Алиуловой. 555. Именно такое количество гаражно-строительных кооперативов насчитывается в регионе. За последние три года около 6 тысяч ульяновцев воспользовались так называемой гаражной амнистией. 30% из них оформили в собственность гаражи, 20% стали собственниками земли под ними. Напомню, в 2016 году в Ульяновской области заработал проект гаражной амнистии. В регионе впервые для всей страны под программу создали законодательную базу, которая дала возможность по упрощенной схеме оформить право на имущество, снижая при этом два раза ставку на земельный налог. С момента реализации гаражной амнистии бюджет Ульяновской области пополнился на 30 миллионов рублей. У нас есть другая сложность. Не совсем люди еще понимают, то есть мы не до каждого довели. Но есть и другая профессиональная сложность. У нас не все еще муниципальные чиновники понимают значимость этого для людей в первую очередь. Поэтому представители руководства ассоциации ведут серьезную разъяснительную работу. С Ульяновском дела обстоят куда лучше, чем с другими районами, куда гаражная амнистия попросту не дошла. Следующий на очереди по массовому включению в проект Димитровград. Сейчас в Ульяновске началась большая работа по паспортизации ГСК. Это нужно для следующего этапа гаражной амнистии – благоустройства территорий гаражно-строительных кооперативов. В этой связи министерством разработан стандарт благоустройства. Мы довели практически до всех муниципалитетов. Но, конечно, главное – Ульяновск и Димитровград. И мы сейчас переходим для того, чтобы ассоциация гаражно-строительных кооператив была региональной. Вопрос благоустройства ГСК на днях обсуждали на профиле совещания при участии губернатора. Участников встречи прежде всего волновал вопрос финансирования. Главное, по мнению специалистов, остаться в пределах существующего правового поля. Это либо бюджет берет на себя все расходы, как по формированию комфортной городской среды, плюс один процент муниципалитет. Это, получается, для бюджета, мы полагаем, дорого. Либо же район, по которым идут садоводы. Принцип софинансирования у садоводов другой. Регион выделяет деньги по определенным статьям и постфактум. Таким образом, 40% от общей суммы платит садоводы, остальное покрывает регион. Чтобы у нас вот это формирование комфортной городской среды, городских кооператив, либо порядке пилота, либо как-то, так сказать, на следующий год уже начало реализовываться. Чтобы мы посмотрели, вот для такого, для такого, для такого ГСК, все равно там более-менее, там много такого похожего есть. Мы под это выделили там деньги, вы там тоже приняли участие. Сергей Морозов также просил к следующему году привлечь в ассоциацию как можно больше. Участников Рината Леулова, Юрий Конехин, Новости Улправда ТВ. Более 300 метров в длину и 25 в ширину. Именно таков размер новой грузовой парковки перед Дипмастер на улице Западной в Димитровграде. Площадка позволит существенно разгрузить дворы близлежащих многоквартирных домов и обочину основной дороги. Строительство данного объекта заняло чуть более полутора месяцев и через две недели должно завершиться. Слово нашим коллегам из города Атомщиков. Парковка площадью 8 тысяч квадратных метров и стоимостью почти 23,5 миллиона рублей теперь будет основным транспортным хабом для Дипмастера. Большая часть финансирования из областного бюджета, поэтому и контроль осуществляется региональными властями. Александру Смекальну рассказывают, что одновременно на данной парковке сможет находиться до 20 больших грузов и более 70 единиц легкового транспорта. Данная парковка серьезно разгрузит улицу Западную, поскольку и у заводчан появится возможность парковать свой транспорт поближе к работе, а не на дворах ближайших домов. Но грузовики больше не будут стоять по обочинам. В настоящий момент легковая парковка завтра будет завершена, это половина всей площади. И вторая половина для грузового транспорта завершится до 25 ноября. Не все работы будут выполнены, сразу скажу, значит, из 32 и 6 23,5 миллиона будет выполнено, остальные 8 с копейками миллионов перенесем на следующий год. Это в частности велопешеходная зона и озеленение. Причина переноса срока благоустройства – комплексный подход к взведению парковки. Дело в том, что под стоянкой проходит один из основных канализационных коллекторов Первомайского района, который необходимо отремонтировать. Для этого с городским водоканалом было достигнуто соглашение о переносе сроков ремонта данного коллектора с 2023 на 2020 год. Единственное неудобство – до 2020 года въезд на него будет один из двух запланированных – только грузовой. Легковой, в свою очередь, будет сделан только после выполнения ремонта данного участка канализации. Этот вопрос серьезно заинтересовал регионального премьера. С учетом вот этой логики, то, что говорят, то, что до следующего года, пока водоканал не переклавит здесь трубок, то, что будет один въезд, нормально функционировать? Можно будет или нет? Как заверили строители, места хватит всем, поскольку в данный момент на промплощадке только разворачиваются производства. И на проектную мощность парк должен выйти как раз к ограничению всех работ в 2020 году. Что касается благоустройства, то перед парковкой будет произведено озеленение и возведение нового тротуара и велодорожки, которая будет выходить к уже полюбившемуся Димитровградским парку – Дубовое роща. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград-24. Специально для Управда ТВ. Еда для подрастающего поколения. В Ульяновске состоялась российская конференция, посвященная питанию школьников. Федеральные эксперты приехали в Ульяновск заранее. На этой неделе группа специалистов посещала школы и изучала местную систему питания. Опрашивали преподавателей, учеников и их родителей. В планах запустить мобильное приложение с консультациями по подбору питания и персонализированное меню. Что еще интересного было на конференции в материале Виктории Черковой. Чем питаются наши школьники? Современные технологии приготовления пищи обсудили сегодня на Всероссийской конференции. Федеральные эксперты и гости из 36 регионов страны собрались в педагогическом университете. Мероприятие началось с экспозиции кухни народов по Волжи. Также к выставке присоединились стенды со школьной кулинарией. Директор 34-й гимназии Людмила Токмакова привезла румяную выпечку. Людмила Петровна призналась, что обедает вместе со своими учениками. Контроль качества и дегустации проводится в школе регулярно. Все пожелания записываются в журнал. Я как руководитель, я просматриваю этот журнал обязательно за производством. Мы сразу обсуждаем, где что-то, если не так. Но, вы знаете, вот к великому счастью, что вот это нам помогло убедиться, что родители видят, что у нас замечательная бригада, которая готовит полностью пищу у нас в нашей столовой, и выпечка буфетная, которая тоже выпекается здесь. Вот она представлена, эта выпечка за производством. Очень вкусная. Федеральные эксперты приехали в Ульяновск заранее. На этой неделе группа специалистов посещала школу и изучала местную систему питания. Опрашивали преподавателей, учеников и их родителей. Приемка качества прошла. Осталось узнать мнение столичных гостей. Больше всего понравилась открытость, искренность и прозрачность в ответах на вопросы. Потому что, посещая организации, мы видели педагогов, учителей, мы видели ребят, которые искренне рассказывали или делились, как у вас организуется этот процесс. На мероприятие прибыл губернатор Ульяновской области. Глава региона напомнил о том, что в школах организованы бракиражные комиссии. Родители знают, чем питаются дети. Ученики, в свою очередь, выбирают то, что им нравится. Сергей Морозов рассказал о технологиях, которые скоро появятся в учебных заведениях. Скоро для детей будет доступно персонализированное меню. Благодаря этому проекту родители с детьми смогут в личном кабинете собирать, как и в конфигуляторе индивидуальные завтраки, обеды, с учетом личных вкусовых предпочтений и медицинских показаний детей. Также планируется создание специального онлайн-приложения, которое будет давать подсказки по набору витаминов и микроэлементов. Кибердиетология стартует в 2020 году. Испытания системы будут проводиться во всех региональных школах. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Музыканты Ульяновского симфонического оркестра собрали аншлаг в Московской филармонии. Впервые за 30 лет оркестр губернаторский выступил на сцене Московской филармонии имени Чайковского. Поздравить ульяновцев приехал Сергей Морозов. В зале аншлаг на сцене ульяновский симфонический оркестр губернаторский. Музыканты из Ульяновска выступили на главной сцене страны в концертном зале имени Чайковского Московской филармонии. Москва – один из городов, входящих в гастрольный тур всероссийские филармонические сезоны. Для нас эти гастроли, конечно, они очень важны, потому что оркестр с начала 90-х годов не выступал на этой сцене. А это фактически главная сцена нашей страны – концертный зал имени Чайковского. И я считаю, что для нас этот концерт – это возврат нашего оркестра на такую всероссийскую арену, на всероссийскую эстраду. У нас эти гастроли конкретно включают в себя три города. Это Рязань, который был вчера, сегодня Москва, завтра Нижний Новгород. На сцене Московской филармонии ульяновский оркестр не выступал с 90-х годов, поэтому выступление после 30-летнего перерыва особо значимо. Ульяновцев приехал поздравить губернатор Сергей Морозов. Он также поблагодарил столичных коллег за гостеприимство. За это время произошло омоложение коллектива, за это время произошло много других очень важных событий, которые, несомненно, дали возможность нашему лучшему людям. Одному из лучших в Российской Федерации. Я думаю, что только через некоторое количество минут вы увидите сделаться одними из самых узнаваемых оркестров в Российской Федерации. Артисты подготовили интересную программу. Солист Никита Борисоглебский исполнил пять пьес для скрипки в сопровождении фортепиано с оркестром. Прозвучала также четвертая симфония Чайковского. Я часто хожу в этот зал. Здесь выступают разные коллективы, не только московские, не только столичные. Все интересные, все прекрасные коллективы. Ну и, конечно, и программа сегодняшняя очень привлекательная. Хочется узнать именно этот коллектив, этот оркестр. Следующий город в гастрольном туре – Тамбов. Анна Тищенко, Новости, Управда ТВ. Продолжаем тему культуры. В Димитровграде подвели итоги межрегионального фестиваля «Театральный Атомград». Одной из первых победителей поздравила корреспондент портала «Димград-24» Марина Антуганова, который побывал на церемонии закрытия юбилейного фестиваля в научно-культурном центре имени Славского. Четыре дня наполненных фестивальными показами, мастер-классами и разбором постановок строгими критиками. Восемь коллективов из городов присутствия госкооперации «Росатом» показали димитровградскому зрителю восемь спектаклей. Напомним, юбилейный фестиваль «Театральный Атомград» стартовал в Димитровграде 4 ноября. Спектакли шли на пяти площадках – в драматическом театре Иванка Ц.Миславского, в театре-студию «Подиум», в «Цкид-восход» и в театре «Кукол». Все задуманное случилось. Может быть, не всегда так, как хотелось бы, но на то это и жизнь, на то театр это и не кино, чтобы было по-живому. Комедии и драмы, детские сказки и фантазии с очень глубоким смыслом. Фестивальные работы за четыре дня посмотрели несколько тысяч зрителей. Пока димитровградцы сопереживали героям постановок, строгая, но справедливая жюри внимательно всматривалась в детали, которые обычному зрителю просто незаметны. Получат награды, заслужившие однозначно, прям заслужившие своим трудом и, так сказать, работающие с отдачей. А как без этого? Девять номинаций и один гран-при. Лучшая мужская и женская роль второго плана достались Роману Леденеву из «Заречного» и Ксении Волковой из «Глазова». Лучшая сценография у Дмитрия Бобровича в постановке «Северная сказка» Димитровградского театра «Кукол». Лучший актерский ансамбль у Глазовского «Парафраза». Приз за лучшую мужскую роль первого плана отдали сразу двум актерам. Сергею Павлову из «Парафраза» и Сергею Евдокимову из «Дмитровградской драмы». Самой яркой среди женщин была признана Ирина Молчалина из «Подиума». Специальный приз «Чури» за возвращение интереса зрителя к театру присужден Димитровградской драме. Победитель. Театр «Парафраза». Победу принес спектакль «Виной за дуванчиков». Отметим, что Театр «Парафраза» из Удмуртии третий фестиваль подряд забирает гран-при. Но вкус победы от этого не менее сладок. Конечно радостно, конечно приятно. Конечно радостно, что здесь нас так принимают, как в родном городе. То есть Димитровград у нас уже практически родной город стал. Да, вот я не знаю, радостно. Следующий, уже шестой по счету, межрегиональный фестиваль «Театральный Атомград» пройдет через два года. Марина Антуганова, Виталий Немов, Димград 24, специально для Управда ТВ. Близ села Арского прошел традиционный автокросс на призы УАЗа. Осенняя гонка собрала спортсменов со всей страны в 46-й раз. Как обычно впечатляет и количество зрителей – порядка 10 тысяч человек. Что думают о трассе спортсмены и чем искренне гордится губернатор Ульяновской области, расскажет Виктория Черкова. По ухабам на скорости близ села Арское прошли 46-е соревнования по автокроссу. География участников оказалась обширной. Покорять Симбирские холмы приехали спортсмены из Перми, Рязани, Москвы и Татарстана. Разумеется, наши земляки события не пропустили. Перед стартом состоялась церемония открытий с участием губернатора Сергея Морозова. Дорогие друзья, хочу искренне поздравить вас сегодня с замечательным событием, которое, несомненно, всех нас делает не только счастливыми, но и гордыми. За город Ульяновск, за Ульяновский автомобильный завод. Акцент на автозаводе поставлен не случайно. Почти все участники гоняли на наших УАЗах. Укрепленные рамами усиленные и мощные спортсмены и их команды основательно поработали над автомобилями. Ведь нашу трассу кое-как и на чем попало не проедешь. В Арской самое сложное в России считается трасса. Ездил я как механик с нашей командой по России поездил. Сложное, много поворотов, прямые хорошие, скоростные. Посмотрим. 18 участников состязались в минувшие выходные. Сегодня появились вести о победителях автокросса. Третье место занял ульяновец Эдуард Горбунов. Второе досталось Руслану Садриханову из Перми. На первой ступени пьедестала оказался Петр Дрофичев из Рязани. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ. И о других новостях, о которых нельзя не упомянуть. В Баратаевке скоро построят новый дом культуры. Губернатор Сергей Морозов приехал в село, чтобы обсудить с коллегами грядущее строительство. После осмотра заброшенного ДК, глава региона вместе с общественниками переместился в здание школы. На совещании успели ознакомиться с онлайн-проектом нового дома культуры. Старость несут в 2020 году, а уже через год на его месте вырастет потомок. ДК будет таким же, как и в селе Архангельское. Проект типовой. 400 квадратных метров площади, зрительный зал, трансформер на 200 мест и помещение для творческих кружков. Торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине со дня открытия губернаторского лицея номер 100, состоялось в понедельник в стенах этого общеобразовательного учреждения. Участие в нем приняли представители правительства Ульяновской области, администрации города Ульяновска, депутаты законодательного собрания, педагоги лицея, ученики и их родители. И это все новости на этой неделе. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ. Ежедневные итоги дня выходят по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok